Борьба с коррупцией была одним из основных требований для введения безвиза с Евросоюзом. Сегодня ровно полгода, как он вступил в силу. Воспользоваться условиями упрощенной системы успели 350 тысяч украинцев. Это данные Госпогранслужбы. А вот какие итоги подводят в ЕС, расскажет Елена Абрамович, наш СОПКОР в Брюсселе. Когда заработал украинский безвиз, некоторые западные издания пугали читателей. Мол, Евросоюз заполнит миллионы мигрантов из постсоветского пространства. Впрочем, за первые три месяца поток украинцев увеличился всего на 10%. А преимуществом безвиза, то есть с биометрическим паспортом без действующей визы, воспользовались только 3% тех, кто пересек границу. Большинство с Польшей и Румынией. После лета ажиотаж спал. И если вначале кордон по безвизу пересекали около 80 тысяч украинцев, то теперь только 30. Первоначальное ожидание, что миллионы украинцев поедут в Европу, однозначно не подтвердились. Но все же произошел значительный рост. Я считаю положительным то, что украинцы могут путешествовать, поддерживать социальные связи с ЕС. Поскольку не было никаких проблем с возвращением или пересечением границы, это однозначно положительный опыт. Положительным опытом в Брюсселе считают и реформы, которые Киеву удалось воплотить где-то благодаря помощи, где-то под давлением ЕС. Еврокомиссия оставила за собой право приостанавливать безвиз, если вдруг из Украины хлынет волна мигрантов и будет серьезное нарушение условий и сроков пребывания. Или же в случае свертывания реформ. Похоже, беспокойство вызывает именно последние. Принимая во внимание события последних недель, вопросы коррупции и независимости институтов, весь этот скандал вокруг НАБУ создают причины для беспокойства. Украинское правительство должно выполнять взятое на себя обязательство бороться с коррупцией. Исключений быть не должно. Чтобы удержать Украину на пути реформ и борьбы с коррупцией, Брюссель обязался делать ежегодный мониторинг. Выполняется ли обещание? И должным ли образом работают все институты, которые создавались под безвиз? Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское берет телеканала Интер. Европейское берет телеканала Интер.